Белый снег сияет светом, чёрные глаза Осень повернётся летом, чёрные глаза А с голодом я тобою, чёрные глаза А слепили меня глазки, чёрные глаза Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok В Сочи официально открыли горнолыжный сезон. Да, все, теперь можно прийти покататься. А его, кстати, Роза Хутор через пару дней начинает. Если в прошлом году даже сезон не мог начаться толком даже 1 января, то сейчас, прям с 1 декабря, у нас начался горнолыжный сезон. Классно, классно. Снег выпал, выпал. Круто. Я считаю, что очень-очень даже круто. Ну, я им серьезно говорю. Большинство пляжей Сочи уже очистили от штормового мусора. Да, пашут, пашут. Вот как бы так. Пашут и говорят, что будет все хорошо, прекрасно и замечательно. Если вы домой, потом уедете обязательно. Вот, короче, в общем, нормально очищают у нас те же самые пляжики. Пляжики пушистые. Первый раз встречаются. Короче, вот так вот. Поэтому то, что вы видите, у вас там кто-то случилось, ничего у нас не случилось, у нас все хорошо. У нас все за хорошо. День не для праздных бесед. Астролог, блин, я это астрологам не верю, если честно. Кто верит астрологам? Напишите в комментариях. Я, например, считаю, что это шарлатана. Еще хуже, чем риэлторы. А хуже риэлтора кто может быть? Вот как вы думаете, кто может быть хуже риэлтора в Сочи? Правильно. Юрист. Юрист может быть еще хуже, чем риэлтор. Да, я серьезно говорю. Значит так, российская карта МИР теперь работает на Кубу. Вот это новость-то хорошая. А я думал, почему люди не летят на Кубу? Оказывается, их останавливало, что там не работала карта МИР. Я думал, что оказывается, просто у людей денег нет на Кубу. И, наверное, не хочется ехать с этим напряженным перелетом. Но, оказывается, дело-то в другом. Оказывается, мы не ехали на Кубу, потому что там не работает какая-то карта МИР. Да? Ну, нифига себе. Такое нормальное такое здание выросло. Ладно. Давно здесь не проезжал. Ну, в общем, вот как бы так, ребят. В общем, вот как бы, как бы, как бы так. Поэтому, если кто-то хотел слетать на Кубу, я, кстати, на Кубе был два раза. Если вдруг останавливался, то карта МИР не работает. Езжайте, все работает. Значит так, работающих родителей, детей инвалидов смогут сохранить социальные выплаты. О, видите? Хорошо. В Сочи завершается ремонт железной дороги, пострадавшей из-за шторма. Классно. Сегодня, кстати, воскресенье. И сегодня у нас будет хоккей. Ну, я не знаю даже, сойти или не идти на хоккей. Если честно, я еще даже и не решил. Ну, бывает же такое, что не решил. Вот я тоже не могу решиться. Залезть на небоскреб, сорваться вниз и полететь как птица. Не могу вот понять, вот стоит идти или не стоит идти. Значит так, жители Серводвинска чудом остались живы после жесткого ДТП с бетонным блоком. Авария произошла минувшим вечером на одной из улиц поселка Солоники. О, нифига себе. А также в Сочи РЖД уложили новые пути на участки, поврежденные мега-штормом. Классно? Классно. Отец избил ребенка ремнем возле школы и попал на видео. Само собой, отец ребенка, это название отец года, представили, это у нас, не буду говорить, акцент на национальности. Да, как бы ребенка, все. Ну, я решил, думаю, прочитаю, думаю, комментарии. Ну, думаю, ну, почему, думаю, нет, думаю. Ну, избил ребенка, ну, ничего страшного. Думаю, ну, ладно. Ну, думаю, ладно, думаю. Ну, думаю, посмотреть, думаю, как бы реакцию людей. Ну, просто, ребят. И что? Нас отцы драли так, что нас слышали. 158 лайков, 92 дизлайка. Круто. Дальше. Если бы они имели малейшее представление, как били меня, это бы им показалось сладким сном. Парнишка, видимо, провинился, и агрессия всегда плохая. Агрессия плохо. Но, видимо, методы воспитания не изменились. 234 лайка, 67 дизлайков. Вот как бы так. Конченный урод, чтобы его так в обезьяннике воспитывала полиция. 141 дизлайк, 97 лайков. Ремнем, это гуманно. Меня шнуром от утюга или витцы. Вот это было больно. 100% 95 участников. Соответственно, лайков 25, дизлайков 8. Вот это да, действительно. Братан, шланг от стиралки. Вот это вот. Ну, знаете что, вот я читаю такие вот комментарии. Ладно, я думаю, что у меня, блин, бывают у меня как-то комментарии, да, вот это. Как бы, ну, у меня бывает, как бы, ну, как бы я что-то начинаю к этому. А вот сейчас я прочитал вот этот комментарий вот к этому видеоролику. Там реально бородатый мужик, бородатый мужик в кепке, ремнем. Там сильно бьет, может, сын, может быть, не сын почему-то. Ну, сын просто беленький, а папа черненький. Ну, ладно, бывает. Разные же бывают. Вдруг там, не знаю, ну, мало ли что. Может, операцию сделал ребенку. Ну, мало ли что. И, соответственно, бьет. Само собой, это на улице Донская там все. И знаете что, ну, не знаю, для некоторых это будет, наверное, какие-то там страшные новости, страшные вести. Ну, я скажу так, меня папа воспитывал, папа ни разу, меня вот за всю мою жизнь ни разу не ударил. Ну, ни разу не ударил меня. Ни ремнем там, ни ладошкой, ни там, ни чапалаха там не дал там, ни подзатыльник не дал, ничего. Ну, вроде как бы вот вырос я, вот какой вырос, такой вырос. И вроде как бы не самый худший человек на земле, понимаете? Ну, не самый худший. И здесь вот, как бы, говорит, вот там воспитывать надо ремнем. Ну, кто вам такое сказал, что надо воспитывать ремнем? Кто вам сказал, что вот вы должны воспитывать ребенка именно так? Ну, я не знаю, там, нас вот, ни меня папа не бил, ни моего брата младшего не бил, ничего. Мы отцу благодарны, он нормально их воспитал личности. Ну, я знаю и тех, которых били все детство. И они реально выросли обиженными, потом пишут в комментариях всякую чушь, типа, меня сильнее пароли, да там за эти деньги можно купить там дворец у Путина от Зайта и все. И все. Поэтому, уважаемые родители, я знаю, что у меня целевая аудитория больше 35 до 45 лет. Я знаю, что большинство из вас есть дети, все. Ну, я могу сказать, что если вы не можете донести, так скажем, дипломатическим языком для своего ребенка то, что вы от него хотите, то это вам минус. На самом деле, это, знаете, как бы, дети, это классный такой инструмент для того, чтобы можно было работать именно, как бы, уметь работать именно дипломатическим языком. Это реально очень круто. На своих детях вы можете брать и оттачивать. Если вы своим детям даже не можете донести ту или иную свою мысль, да, как бы, чтобы они прислушались, да, если даже что-то можно говорить про всех остальных. Поэтому дети это очень классный инструмент для того, чтобы вы повышали свой скилл. Я вам серьезно говорю. Поэтому, если кто-то хочет, да, спрашивает, какие тренинги, братья, и так далее, роди ребенка. Вот ребенка роди и пробуй его воспитывать. И все, воспитывать, чтобы ты там ремень не брал в руки, чтобы ты там не бил, и все. И у тебя все получится, и действительно, как бы. А так, ну, посчитал комментарии, страшно стало, ну, реально страшно стало. Ну, надо папе, дайте почитать комментарии, а то папа-то не знает, что, оказывается, он меня неправильно воспитывал. Оказывается, нужно было бить, оказывается, нужно было бить там шнуром от утюга. Нужно было бить шлангом от стиральной машинки Я-то не знал нифига Папа же меня не бил Сочи пассажир минивэна едва не покалечивал мотоциклиста Внезапно открыв дверь автомобиля Ну, смотрите, давайте сделаем так Давайте сделаем так Ну, во-первых, не внезапно А водитель, водитель того самого прекрасного мопеда Он ехал, получается, вот так с правой стороны по обочине Вот так вот он ехал И, соответственно, остановились, да Взяли и открыли дверь, и все И водитель Поэтому, как бы, знаете, в этой ситуации Ну, мне мотоциклиста не жалко Мотоциклист, потому что должен ехать не по обочине А должен обгонять с левой стороны Это нормально, это обычное правило дорожного движения С правой стороны могут обгонять только Только могут обгонять дальневосточники Мономарки 2, там, по обочине Потому что у них видно лучше, понимаете А все нормальные люди, все нормальные люди Нормальные, они должны обгонять с левой стороны И поэтому, когда, например, вот так вот Например, когда остановился А вот здесь, например, берут и едут И тем более там даже не было Такого, что там остановка запрещена Ну, там не было желтой разметки, да И просто, когда едут и обгоняют Например, получается, по сути, это вот почти обочина Да, вот эта выделенная часть Ну, ничего Будет в следующий раз уроком Может в следующий раз попасть еще сильнее Вчера в Адлере что-то горело Жестко-жестко А, кстати, вчера еще 400 литров алкогольной продукции Без документов изъяли полицейские на посту Магари Ну, бывает такое А, алкашку вывезли Бывает такое Вот, как бы так Ну, как бы так Ну, что у нас А у нас в Сочи, как говорится, есть Два вида основных мошенников Это риелторы Со своими горе-объявлениями на Авито и тому подобное Хотя тут, как бы, из риелторов тяжело обвинить Это, как бы, нужно обвинять тех людей, которые на это реагируют И вторая, конечно же, сейчас очень популярная стала мошенническая схема Она сейчас занимает первое место в Сочи Я как-нибудь, может быть, сниму на эту тему сюжет Попробую прям так с пруфами Чтобы прям вам, прям, знаете, прям, чтобы зашло Это, конечно, у нас юристы Юристы, которые берут и обещают своим, так скажем, клиентам Которые пострадали от рук риелтора, от рук застройщика Еще чего-нибудь, от своей тупости и так далее Которые, ну, пытаются что-то там сделать Знаете, бывает такое, знаете Ну, как бы, пытаются отпеть, когда уже и отпевать не нужно Ну и все Вы сами понимаете, что Если, например, в случае риелтора Риелтор получает оплату обычно за то, что он сделал, да Сделка прошла и комиссия, например, риелтора упала, там, от продавца Либо от застройщика и так далее То юрист немножко по-другому Юрист получает свою заработную плату Не за то, что он сделал, да Что такое сделал? Например, выиграл суд и пострадавшему отдали деньги Это называется сделал А юрист получает деньги за то, что он делал Ну, а что такое делал? Он взял, собрал бумазки, обратился в суд или еще что-нибудь Там, в принципе, ему результат не важен для юриста Ему главное в процессе быть И чем больше этих всевозможных процессов Тем выгоднее юристу Потому что он тем больше зарабатывает, да, все Вот видите, вот надо еще, еще, и он берет свое состояние И сейчас, самое главное, люди, которые пострадали там Ну, по своей дурости, потому что Ну, реально по своей дурости Я вот смотрю, очень много людей всплывает Которые начинают мне написывать Давайте мы дадим вам интервью Давайте мы вам расскажем про ваших коллег Как они нас обманули Не хочу, не хочу в этом говне возиться Потому что, знаете, есть такое выражение Мне папа всегда говорил В говне купаться и говна не нахлебаться Но такое не получается И здесь то же самое Когда во всем этом говне придется вариться Все равно и по тебе тоже это все Не знаю, там кусочками говна Все равно тебя попадет Поэтому не хочется Ну и, соответственно, сейчас у нас Другой вид мошенничества развит Это, конечно же, юристы Юристы, юристы, еще раз юристы Которые обещают, что они смогут помочь Вернуть вам деньги Да еще и в двукратном размере И сейчас люди стали уже попадать Ну, мало того, что там Плюс еще там, например, там, например Жилье там за 3 миллиона У них непонятно куда делать Плюс у них, опять же, да Если мы будем смотреть Девочка пошла Думает, что стояла, стояла, стояла Потом раз пошла Непонятно, ладно Соответственно Самое интересное, что в этом отношении Еще научились и зарабатывать Зарабатывать те самые Кто? Виелторы Потому что ко мне уже, как минимум Я думаю, что-то ко мне часто стали Обращаться юристы Типа, давайте, Максим Вот если у вас есть пострадавшие Мы там возьмем Готовы вам Там, вашим клиентам Взять, там, помочь Давайте, вот мы вот Должим вам дадим интервью И так далее И все Ну, я говорю, ну, понял Я говорю, да нет, спасибо Говорю, не хочу Говорю, тебе вдвуштогает Ваши коллеги уже давно С нами все сотрудничают Я говорю, в смысле? Ну, и они получают От нас 20% Вот, например, вот Клиент, например Например, 200 тысяч Вот, например, 200 тысяч К примеру, да Он, получается Нам платит 200 тысяч Я говорю, сколько платит? Он говорит, ну, 200 Говорит, так примерно обходится 200-300 тысяч Говорит И вы, говорит, получаете 40 тысяч Ну, говорит, неужели, говорит Вам не хочется Такой небольшой бонус получать И все Просто нас рекомендуете Я говорю, а вы со своей стороны Ну, мы возьмем Подадим в суд Все Я говорю, ну, а как результат И так далее И мне этот, говорит Я просто сейчас с этим человеком Сретен Он говорит, ну, как Мы же, говорит, юристы Говорит, мы же, говорит Мы же, ну, мы же Ну, в процесс Все, вклинимся Все Мы же Ну, не Ну, когда к юристу обращаешься Это не значит Это не значит, что на 100% Ты выигрыш дел И так далее Это просто Ты делаешь попытку И так далее Я говорю, получается же Это же развод Вы же разводите людей Мало того, что люди Пострадали там На этом То еще вы их там На 200-300 тысяч рублей Обуваете И еще этим же Получается Такая классная штуковина Я говорю И при этом получается Вы риелтором От которого люди пострадали Вы еще Им еще за это пласть За вознаграждение Ну, я ржу Я не могу просто Я реально Я вчера все Я вчера начал ржать Думаю Ну, как бы Ну, почему нет Думаю Почему Да нет Вы не так все понимаете Конечно Если вы с такой точки зрения Все смотрите И так далее И что-то, короче, в таком духе Я говорю Вы мне сейчас что хотите сказать Ну, вот Вы же можете зарабатывать Можно заработать Много же вас смотрят Просто нас рекомендуйте И вы будете получать 20% От суммы Которые нам заплатили Понимаете Я говорю А может быть Какой-то фикс есть Думаю Или еще что-нибудь Она говорит Нет, фикс Это вам не выгодный Я говорю Почему не выгодный Ну, я только, знаете Уже там немножко Дурака фольчил Думаю Ну, что бы там Можем Потому что Мы смотрим на людей И мы смотрим С кого можно Например 100 тысяч взять Ну, 20 тысяч Это тоже для вас Это будет прибыль А с кого можно взять И 300 И 400 Потому что мы смотрим Анализируем Я говорю В смысле Разве Не все люди Одинаковые Ну, что вот Например Квартира там Стоила 2 миллиона рублей Что квартира Стоила 20 миллионов рублей Ну, если там Дом Под снос Или еще что-нибудь Ну, это Разве Ну, как бы Какая разница Подавать Документы в суд Ну, с такой суммы Или с такой суммы Ну, они такие Хоп Смотрят, короче Я понял Я понял, что На самом деле Ко мне это Уже обращается Не первый раз Просто Я обычно их всех футболил А вчера просто Решил встретиться Знаете, мне просто Под предлогом Что клиенты Вчера Ну, под предлогом Я вчера взял Все-таки Доехал до Адлера И мы с этими Двумя ушлыми Ушлыми Юристами Мы встретились Вот с этими Вот ушлыми юристами Я обычно их всех Отфутболиваю Но они просто Немножко схитрили Да, такие Даже меня смогли Развести Типа Под якобы Клиенты Давайте там Есть Ну, там Надо посмотреть И все Я там проезжаю Думаю Ну, сейчас Сейчас я им покажу Объекты Все А потом Раз Тык-тык-тык Они, оказывается Просто Предлагали Такое Партнерство Я думаю Что Такого Очень много Очень много И Да, соблазн Большой Есть Ну, а что 20% получаешь Да, мало того Сначала ты человека Подвел под то Потом-то еще И все И, соответственно Мне сказали Что ни один Юрист Не дает Никую гарантию Что он там Что-то там Действительно вернет Или еще что-нибудь На самом деле Это Ну, как бы Юристы Это, наверное Еще самые большие Мошенники Чем все остальные Потому что Я говорю И здесь Единого прайса Нет Тоже Смотрят на человека С кого можно Сколько поиметь Ну, бредятин же Бредятин Ну, вчера Просто накатило Да, кстати Еще вчера У нас Многие Многие риэлторы У которых Есть свои компании Которые создавали ООО Начали ни с того Ни с сего Быстренько Свои компании Сворачивать И открывать И открывать Соответственно Новые ОООшки Новые ОООшки Уже на Жон Или еще На что-нибудь Да Я обращаюсь К этим Риэлторам Ребят Вот Особенно Знаешь Особенно Вот Одному человеку Хочу обратиться Ну, ты понял Да Как бы Давай Кодовое слово Лещ Ну, ты реально Тупой Вот До 2020 Года Точнее До 2019 Года Действительно Можно было ОООшку Взять И спокойно Там Ее можно было Уничтожить Там Взять На какого-нибудь Там Несуществующего Человека Там На какого-нибудь Бомжа Записать Там Можно было И все И было По барабану А в 2019 Году В ноябре Месяце Было Приведено Очень много Поправок И Соответственно Уже Просто Так Не получается Мало Того Что Даже Ты знаешь Что там Накосячил Очень много Продал Говна Конченного Да Как бы Даже У тебя Ума Ну Хватило Ладно Это все Рекламируют Даже Когда там Были Суды Ну Это Ладно Хрен Без С ним В течение Пяти лет Люди Могут Предъявлять Претензии И Застройщики Могут В течение Пяти лет И Без Разница Что Закроешь Не Закроешь Пять лет Самое Интересное Что Если Раньше Действительно Там Можешь Был Сделать Условной Капитал Десять Тысяч И Только На эти Десять Тысяч Можешь Был На что Там Претендовать Там То Сейчас Немножко По-другому Все Кто Оформлен Там Официально Это В том числе И Придется Отвечать За Все Что Сделали Это Кстати Не только Его касается У меня Другой Тоже Приехал Парень Недавно За границей Тоже Работает Недвижимость Продает Приехал Все Сейчас В Сочи Все Потому что За границей Особо Ничего не покупают Особо Ничего не идет Хотя У нас Каждый Второй В комментариях Пишет Да за эти Деньги Лучше взять Оказывается Не лучше Взять Оказывается На сочинской А потом Раз Приехал Купил Машину Все Было Хорошо Все Было Классно Снял Один Видеоролик Где Нечаянно Ошибся С ценой Нечаянно Ошибся С ценой Ну бывает Такое же Правильно Мы же С вами Люди Человеки Бывает Что Ошибся С ценой И тем самым У меня Люди Подумали Что у меня Там Комиссии По 2,5 Миллиона Рублей Просто Нечаянно Ошибся И Потом Раз Увидел Что у нас Творится С Одним из Объектов Которые У нас в Адлере Сейчас В течение 35 дневных Под срок И все И даже Не успел Машину Поставить На учет Взял Быстренько И свалил Подальше С России Потому что За эти продажи Нужно Как-то Отвечать Как-то Нужно Отвечать И На самом Деле Люди Там Покупали Далеко Не Бедные Тот Объект Да Потому что Как бы Сами шли И все При всем То Что нет Там Никаких Особо Пострадавших Ну Как бы Так Потому что Там Всех Там Решили Подпречь Под какую-то Статью Но При этом Каждый Из этих Риелторов Который Продавал Ту самую Дичь Да Как бы Они Изначально Знали Потому что Там Как бы Если я Знал То и Другие Знали И Наверное Боятся Что Могут Теперь Наверное Потому что Кто-то Там Потерял Блин Скажет Раз На правовом поле Там ничего Решить не получится Ну Не получится А в неправовом поле Вдруг там Побьют Друг еще что-нибудь Ну и взяли И начали Говорю Сваливать Поэтому Блин Поэтому Блин Тоже Меня там Смотрю Еще одни Там Ребята Решили ООО Там Ничего Я это знаю Потому что Мне позвонили Говорят Макс У тебя есть Хороший Грамотный Юрист Нам Короче Нужно Переделать ООО Нужно Это ООО Закрыть И так далее На самом деле Чтобы этого делать Ничего не нужно было Надо сразу С умом Подходить И продавать То За что Будет Не Сты Но Вот как бы так Да И кстати Вот все эти Горе-юристы Которые ко мне Обращаются С партнерским Программами Ребята Идите в жопу Вот как бы Я могу сказать Что вот Я как бы Риелторов Большинство Недолюбливаю Но После того Как я общаюсь С вами Вот Которому предлагается Партнерство Которого Как вчера Ну Для меня Я считаю Что вы Самый конченый Ну потому Что знаете Вот вы все равно Что Не знаю Все равно Что вы знаете Врачи К вам приходит Человек Вы понимаете Что вы никогда В жизни Не попадете Ну как бы Не поможете Все там А вы берете Ему внушаете Надежду Что да И вы берете И с него Последнего Высасываете Последнего Добиваете Он все равно Или его родственник Умирает А вы на этом Берете И наживаетесь Вот для меня Вот такие же Вот конченые Твари просто И Ну как бы Прекрасно Понимаете Вот у людей Которые особенно Брали Те самые Не знаю Там Ну не знаю Эти всякие Объекты Да Вы же сами понимаете Вы не с риэлтором Ничего не возьмете Потому что Эти люди Не заключали Ни с риэлтором Ничего Ни за стройщика Ничего не возьмете Когда у него Николад Ни двора А вы просто берете Еще Ну как бы Последний Забираете У людей Это свинство Это нехорошо Это реально Свинство Еще больше Меня добивают Те риэлторы Которые на это соглашаются Из этих 20% Насколько смогут развести Здесь получается Даже как бы Не юристы А как бы Больше продавцы Маркетологи Да Тут смотрят У всех Инференцированный подход Да Такой Максим Вам фикс Будет невыгоден И почему Ну потому что Мы с одного Можем 100 тысяч взять А с другого Можем 400 взять Поэтому вот Как бы У нас тоже Задача Просто бред Просто бред Никогда в жизни Не поверил бы Если бы вчера С этими людьми Не встретился Всем добра И пока Субтитры сделал DimaTorzok